Баснословные ценники, к примеру, на яйца и мясо кур, сильно ударили по кошелькам наших граждан. Жители захваченного Россией Донбасса жалуются на непомерные цены. Стоимость буквально всех товаров, начиная от бензина и заканчивая продуктами питания в магазинах, взлетела буквально до небес. Цены в магазинах Донецка уже выше, чем в Москве, хотя зарплаты в Донецке в несколько раз ниже. Свою обеспокоенность выражают и сами покупатели супермаркета. Такого резкого повышения цен, как они сами признаются, не ожидали. Проблема настолько велика, что ее в своих сюжетах признают даже российские пропагандисты, которые уже не могут отрицать, что с приходом России Донецк буквально провалился в нищету, хотя раньше считался одним из богатейших городов Украины. Вот так с пустой корзиной можно и уйти из магазина. Если с собой рублей 500, то этого может не хватить даже на килограмм куриного филе и десяток яиц. Цены резко возросли и, не заметите, это очень тяжело. Конечно, все подорожало, даже взять это мясо. А помидоры, извините, 289? Извините меня, это очень дорого. И как-то так, тихонько-тихонько все поподнималось. На копеечку яйца вы видели сколько? А куры 250 рублей килограмм. Подождите, но ведь говорили, что когда Донбасс присоединится к России, там сразу настанет процветание. Но теперь что-то не похоже, что жители Донецка процветают. Цены баснословные. Ну на все. Что ни кинься, хлеб, все, везде. Я говорю, зарплата остается прежняя, а цены растут. Как-то о таком стороннике России не предупреждали, да? Наоборот, насколько я помню, в 2014 году все эти пророссийские агитаторы рассказывали, что вот если бы мы жили в России, какие были бы высокие зарплаты, как в самой России. Вот придет Россия, вырастут зарплаты, поднимется уровень жизни. И тогда еще модно было у них смеяться над Украиной. Они рассказывали, какая Украина бедная, нищая. Страна 404, как в Украине плохо жить. И вот теперь пришла Россия. И как-то внезапно оказалось, что цены почему-то взлетели, а зарплаты не выросли. И это уже признают в своих сюжетах даже российские пропагандисты. Был скачок цен на яйца, на молочку 100%, колбаса, сыр, курица. Сейчас по цене свинины, поэтому выгоднее сейчас покупать свинину, чем курицу. Поэтому проще съездить куда-нибудь отовариться, туда, на большую землю. Как она интересно говорит, съездить на большую землю, это, видимо, в соседнюю Ростовскую область. Я вспоминаю Донецк до 2014 года. Я помню, как этот город развивался. То есть, открылся в один год стадион. Потом, значит, сделали аэропорт новый, построили. Реконструировали ЖД вокзал, тоже большой вокзал. Постоянно открывались какие-то торговые центры, бизнес-центры. То есть, город рос, развивался. И в Ростове такого не было. Ну, не было точно такого стадиона на тот момент. Да, не было такого аэропорта. И никому бы в голову не пришло вообще ездить в Ростовскую область зачем-то, как на большую землю. Да, у нас у самих все было. Донецк был круче. Намного круче. А теперь итог вот этого русского мира, который пришел. Что сейчас жители Донецка говорят, что вот бы нам съездить в Ростовскую область. Не то, что там зачем-то. Просто за продуктами. То есть, они вынуждены туда ездить. Говорят, вот большая земля. Центр цивилизации теперь Ростовская область. Я вот, как житель Донбасса, коренной, да, коренной дончанин, я не могу себе представить большего унижения Донбасса. Ну, а людям, которые все это притащили на Донбасс, да, которые звали Россию, им, наверное, норм. Яйца поднялись. Как высоко яйца поднялись. Были 100, 120. А сейчас уже некоторых магазинов 160. Это очень дорого, конечно. Цены на социально значимые товары устанавливают новый антирекорд. Чтобы как-то сдержать растущее недовольство ростом цен, оккупационная администрация Донецка вынуждена изображать какую-то бурную деятельность и делать вид, что она с этим повышением цен как-то борется. И тут начинается самое смешное. Потому что они придумали, значит, такие вот что-то вроде народных дружин, которые ходят по магазинам и реально контролируют цены. Называется это народный контроль. Это ходят такие люди в форме, значит, контролеров. Эти контролеры ходят по рынкам, по магазинам и ругают продавцов за высокие цены. Снизить цены это, конечно же, не помогло, но получается, по крайней мере, смешно. Любое внимание отведено к куриным яйцам. Их стоимость продолжает расти с каждым днем. Это из ЛНР, да? Как давно яйцо поднялось в цене, подскажите нам, пожалуйста. Вот видим, что разные цены есть, и 140 бывают. И сегодня новая цена будет. Вы видите, новая. А поскольку, если не секрет? 145. 145? Да. Ну, слушайте, это скоро кредит придется брать, чтобы яйцо купить. Тот неловкий момент, когда обещали, что придет Россия и наступит процветание и благодать, а вместо этого скоро придется брать кредит, чтобы яйца купить. Кстати, вот обратите внимание, очень характерная деталь. Прямо в этом видео они говорят, что яйца из ЛНР, ну, понятно, да, из Луганской области. То есть, очевидно, да, что это не какой-то импортный товар, который там покупается за валюту, потом его далеко везти, там, расходы на бензин, на логистику, а это именно местная продукция. Ее тут же производят, ее не покупают за валюту, но она все равно дорожает, все равно взлетели цены. А почему? Потому что, очевидно, проблемы не в логистике. Не в том, что далеко и дорого везти, а проблема в том, что вот эта оккупационная администрация, все эти жулики, там, пушилины и так далее, да, которых Россия поставила, просто грабят вот этих местных производителей, местных предпринимателей. Они их облагают, там, какими-то данью, какой-то поборами, там, дерут с них три шкуры. Конечно, эти предприятия, чтобы выжить, как-то вообще работать, они вынуждены цены повышать. Ну, и в итоге, как бы, платят за все обычный потребитель. Далее отправляемся на рынок. И там активистов народного контроля, как продавцы, так и покупатели, встретили скептически. Странно, встретили скептически. Неужели они не верят, что народный контроль поможет понизить цены? На рынках, ну, вот, к сожалению, особенно то, что мы видим на курятину, на яйцо, на 10, на 20 рублей дороже. Почему же на рынках дороже? Удивительно, да? Может, все дело в том, что все рынки на захваченной территории отжала себе банда Пушилина и дерет теперь с торговцев поборы, а торговцы вынуждены цены поднимать? Может, в этом все дело? Поинтересуйтесь, кому принадлежат рынки, там, кто их контролирует. Ну, об этом, конечно же, никакой народный контроль никогда не расскажет. Денис Пушилин на оперативном совещании с правительством обсудил рост цен на продукты в республике. Поступает много жалоб о стоимости социально значимых товаров. За предельный рост цен вынужден был прокомментировать даже Пушилин. И он заявил, что во всем виноваты спекулянты. Ну, то есть те же предприниматели, которых он же сам и обдирает. И Пушилин пообещал усилить контроль за ценами. Ну, да, это точно поможет. Глава ДНР у себя в телеграм-канале подчеркнул, что на это есть объективные причины. Рост цен на ГСМ, но фиксируются и спекуляции. Поэтому по поручению руководителя региона контролеры должны усилить проверки не только в крупных торговых сетях, но и в магазинах у дома и на рынках. Да, сейчас контроль за ценами усилится и сразу все подешевеет. Экономика же, она именно так и работает. Вы думали, что это на Западе люди так хорошо живут? А там просто вот таких народных контролеров в несколько раз больше, и они ходят и все контролируют. Но если вы думали, что вот это смешно, то нет, дальше еще смешнее, потому что пропагандисты стали продвигать тезис о том, что нужно вообще ввести тотальный контроль за ценами, как при СССР. Людмила вспоминает, когда в СССР цены на отдельные виды товаров не превышали доступную норму. И применить такой опыт в республике крайне необходимо. Очень хорошо, конечно, да. Я как вспомню при Советском Союзе, все было стабильно. Цены везде одинаковые. Это очень хорошо было. Стандарт существовал, понимаете ли нет. Не дай бог на одну копейку было дороже где-то в каком-то магазине, уже штрафы были сумасшедшие. Поэтому я думаю, надо как-то возвращаться к тому времени, чтобы так было. Да не вопрос. Возвратиться к тому времени, в принципе, технически не сложно. Правда, женщина забыла одну такую маленькую деталь. Что вот те товары, на которые регулировали цены при СССР, они почему-то из магазинов постоянно куда-то исчезали. Их почему-то не было. Были пустые полки. Да и вообще сам Советский Союз, который практиковал такое вот регулирование цен на товары, он потом тоже как бы из-за этого развалился и исчез. Ну а так в остальном-то все нормально. В общем, как я, знаете, уже неоднократно повторял и буду повторять, что не надо никакой вообще украинской пропаганды, чтобы понять, насколько страдает Донбасс сейчас с приходом русского мира. Как там бедно живут люди. Какая там несчастная, бедная, нищая жизнь. Достаточно просто посмотреть местное телевидение. Все, не надо вообще ничего выдумать. Просто посмотрите местные каналы. Вам все станет понятно. Там даже среди вот этой всей шелухи пропагандистской можно найти сюжеты, которые демонстрируют реальную жизнь на той территории. И знаете, можно очень долго спорить, вдаваться в детали. Вот почему там подорожал тот или иной товар. Где-то, значит, из-за бензина там подорожал бензин. Где-то спекулянты, где-то еще что-то. Но глобально мы понимаем, да, причина одна у всех бед, у всех несчастья на той территории. Это приход русского мира в 2014 году. Как пришла Россия, да, начал защищать в кавычках вот этот вот Донбасс, да, вот эту территорию. Так сразу там почему-то начались все эти бедствия, нищета, бесправие, война, гибель людей. В общем, все эти несчастья, развал коммунального сектора, все, что мы там сейчас наблюдаем. Все это началось после 2014 года. До этого были, конечно, проблемы. Не вопрос. Была и бедность, и всякие негативные явления. Никто же не отрицает. Но в целом это была нормальная жизнь. А Донецк был действительно успешный город, который динамично развивался. И вот сейчас мы видим нищета, тотальный рост цен на все. При этом зарплаты не растут. И нет довольных людей. Люди несчастны от того, что произошло. То есть 10 лет страданий, войны, всего, да. И завоевали ли они счастье? Не завоевали. Это мы все видим. Достаточно посмотреть просто местный сюжет. Подписывайтесь на канал. Тема яиц, она всегда интересна. Она интересна во всех аспектах. Особенно, когда этих яиц нет. Привет. Если русские яйца уходили налево, на запад. Значит, яичную тему мы продолжим во второй части этого видео. Тут важно другое. Пока россияне фокусируются на амолете и делают вид, что все нормально, произошли кардинальные изменения. Значит, мы начинаем переговоры о вступлении в Европейский Союз. Евросовет принял соответствующее решение на уровне глав государств ЕС. Виктор Орбан неожиданно вышел в туалет и тут же проголосовали за это решение. То есть он не наложил вето. Да, сейчас Виктор Орбан продолжает отправлять сигналы Путину, что он все-таки достоин на то, чтобы заменить Шрёдера на должности в Газпроме Роснефти и получать зарплату в несколько миллионов евро в год. Может быть, даже он ее и получит. Все-таки старается премьер-министр Венгрии. Но факт остается фактом, что по всем остальным решениям будет найдена формула. Ну, то есть вот тот же Орбан заблокировал выделение в Украине 50 миллиардов евро. Эти деньги важны нам. Да, мы воюющее государство. Да, с экономикой проблемы. Со всем проблемы. Без этих денег нам не обойтись. И решение по этим деньгам будет найдено. Собственно, об этом уже заявил Шарль Мишель. Не путать его с Денисом Шмыгалем, потому что они очень и очень похожи. Значит, историческое решение почему? Потому что финализация переговоров пройдет уже не при Орбане и не при Зеленском. И с большой вероятностью сменятся все руководители европейских государств, которые сейчас приняли это решение. Значит, статистика говорит такое. Самый короткий путь от начала переговоров о вступлении и непосредственно само вступление — это 6 лет. Поэтому понятно, если у Зеленского и будет второй срок, то не он будет подписывать соответствующее соглашение. Поэтому я говорю, что это исторический момент. Ну и Орбан тоже до этого, может быть, физически и доживет. Будет встречать старость где-нибудь в «Газпроме». Старость, грусть, одиночество и смерть. Значит, пресс-конференция Владимира Путина, она на самом-то деле просто стала, ну не то что привывкой, просто таким ушатым холодной воды для западных государств, которым было ясно сказано, что Путин будет продолжать войну. И всем нужно собраться и оказывать эту поддержку Украине не ради украинцев, а ради себя. И этот процесс уже начался. Вот новости сегодняшнего дня. Значит, Болгария выделяет Украине помощь в размере 3,6 миллиардов евро. Болгария не самая богатая страна в Европейском Союзе. Есть такое же или похожее решение о выделении денег со стороны Мирового банка. Там тоже большая сумма, 1,3 миллиарда. Появились сообщения из-за океана о том, что Сенат будет дальше работать и искать компромисс между демократами и республиканцами. Я понимаю, что это верхняя палата. Решение должно пройти сначала нижнюю палату, соответственно, в палату представителей. Все засуетились. Почему? Потому что Маничелла. Потому что Маничелла говорит, мне нужна война и кровь. Да нет, солдат не может опасаться остановки войны. Сколько бы они не фокусировались на яйцах, но вопрос войны и мира, он ключевой. Да, Путин заявил, что мы будем воевать, пока не достигнем своих целей. Демилитаризация, деноцификация. И тут, внимание, немецкие издания начали публиковать данные разведки. Мол, а какие цели ставит себе Путин? Ну, по факту, захват чуть ли не всей левобережной Украины. Левого берега Днепра, и Днепро, и Харьков. Ну, в общем, перечень их желаний, он в некотором роде понятен. Там еще что-то про Херсон, про Одессу. Это все сказано. И вот эти данные, которые, ну, кто-то скажет, блин, опять что-то там написали западные журналисты, но перед полномасштабным вторжением они тоже писали это. И показывали, с какой стороны готовится нападение. И они не ошиблись. Сейчас вполне возможно, что они тоже не ошибаются в части того, что хочет Путин. Вопрос в том, что делаем мы, для того, чтобы это не допустить. Безумие Путина убедило всех на Западе, что Украине нужно помогать. И этот вопрос, он непосредственно связан с яйцом. Потому что мы понемножечку приходим к пониманию, что дело не просто в яйцах, не просто в яйце. Вопрос в том, что в яйце Кащея. Пишем в комментариях, подписываемся перед этим на мой YouTube-канал. Мы здесь продолжаем называть вещи своими именами. А вопрос войны и мира, на который так Путин, ну, извилис-то ответил, что будем демилитезизировать и деноцифицировать, он беспокоит российских нацистов. И российских граждан беспокоит, которые ни с того ни с сего начали задавать вопрос, когда же будет мир? Как тебе такое, Илон Маск? В издании Билд написано, что на достижение вот этих вот безумных целей, захвата всего и больше, что они там себе мечтают, они готовы, ну, российские кремлевские деды, тратить по 100 тысяч граждан России ежегодно. Так вот, ценник нужно увеличить на тех рубежах, на которых мы находимся сейчас. И здесь это один вопрос. Оружие. Я не думаю, что случайно президент Украины отправился в штаб вооруженных сил США в Германии. Ну, вот вряд ли они встретились, чтобы обменяться сувенирами и мнениями. Вопрос касается исключительно войны. Если серьезно, что касается переговоров, ведь если взглянуть на обложки и передовицы западной прессы, там сплошные переговоры, переговоры, вот-вот мы будем уговаривать Россию остановиться. Но Путин об этом сказал так холодно, если можно так сказать. Из окупов то, что мы слышим с передовой, наоборот, опасаются какой-то остановки и заморозки. В этом диалоге двух пропагандистов, один из них получил мощнейший удар по пропагандистским яйцам. Хотя есть вопрос, есть ли у него эти яйца? Да нет, солдат не может опасаться остановки войны. Если мы сейчас спросим у человека, который мерзнет в окопах, который ожидает очередного броска вперед, и причем пойдет не кто-то другой, политик, журналист или репортер Саша Сладков, а именно он, он немножко по-другому смотрит. Мир через забрало видится несколько иначе. Чистосердечное признание, это что получается, что российские солдаты прекрасно знают, что они умрут. Получается, что вот эти вот высокие речи про Россию, которая нигде не заканчивается, они как-то не находят отклика у российских оккупантов, потому что на земле, на земле как на земле, или дрон прилетит, или снаряд прилетит. Тут была информация, что у нас с боеприпасами так себе. Это правда. А есть продолжение истории, что сегодня так себе, а завтра подвезут эти боеприпасы. Желательно не только 155-го калибра. Нам нужны ракеты. Вчера же в Мариуполь что-то прилетело. Через 2-3 дня, не путать 2-3 недели, будут новые реквиями на тему «Неожиданно приехал в Украину, в Мариуполь и умер, а хотел дойти до Ла-Манша». Но нет. Поэтому солдат – это первый человек, который выступает за остановку войны. А политики, их очень тяжелое бремя заключается в том, что они смотрят вперед и принимают сложнейшие решения, нужные для нас, для наших семей, для тех же солдат, для Родины. Нам нужно добить ситуацию и выполнить все задачи, которые поставлены. Такие вещи вслух говорить на российском телевидении нельзя. Ведь получается, что у российского солдата тоже одна жизнь. И он ее с большой вероятностью потеряет. Вот прям в этот момент. Я чувствую, один из дронов FPV или какой-то другой летательный аппарат только что забрал жизнь у российских молодых мужчин. По Путину, в результате этого средняя продолжительность жизни в России она только увеличивается. Российский пропагандист говорит о том, что воевать страшно и опасно. И если учесть, что единственная мотивация российских этих товарищей – это деньги, то он прямо проговаривает мертвым российским солдатам деньги не нужны. Там в аду у них будет другой расчет. Там в рублях не берут. Сстигнуть цели. И тогда больше мы не будем уже ребят посылать для того, чтобы они мерзли в окопах и шли вперед под огнем противника. Работа очень тяжелая. И здесь у солдата опрос проводить – это совсем другая ситуация. Ну, если по-честному. Перевожу на русский. Не хотят воевать. Да, их гонят. Да, есть кадыровцы, любители русских мальчиков и овец. Все это понятно. Но тенденция вот такая. Пока, конечно, у них есть надежда, что они тут всех забросают мясом и ракетами. Но и наши комплексы Патриот не стоят без дела. Да, я понимаю, что их не так много, но становится больше. Вот наши немецкие друзья передали нам еще одну систему. Там вообще-то восемь пусковых. Это значит, что один из наших городов, больших городов, городов-миллионников, будет защищен от российских ракетных ударов. Я не знаю, что это будет. Может быть, это будет Одесса, может быть, какой-то аэродром, где будут в скором времени базироваться Ф-16. Тут военным виднее. Понятна тенденция, что оружие будет. И да, мне все-таки хочется верить, что они же все смотрят этого маньячелу, я говорю о Владимире Путине, его вот эти вот бегающие глазки, дед-маньяк. Надеюсь, все это в скором времени, в первую очередь, Вашингтон, убедит, что надо не 31 танк, а 310, а 310 самолетов, Ф-16 и не только. И безлимит ракет. Путин их убедит. Почему? Потому что он маньяк. Но мы за переговоры, но без остановки боевых действий. Нас интересует освобождение наших исконно русских территорий, капитуляция, контроль всей Украины, ну, насколько я понимаю. Вот. Контроль границы с НАТО. Почему НАТО идет к нам, а мы не можем прийти, облегчить путь НАТО и прийти к ним поближе? Вопросов нет. Саш, если идем в сторону НАТО, где мы фиксируем продвижение российской армии прямо сейчас? По крынкам Путин, слава богу, снял напряжение, объяснил, что там развивать успех ВСУ не способны. Что на Артемовском направлении, что в районе Донбасса мы двигаемся? Да, Скобеева дошла до такого уровня, что напряжение у нее снимает только Путин. Только от того, что он там блеял вчера по поводу плацдарма в крынках, на земле ничего не меняется. И его вот эти вот советы Зеленскому и Залужному, как нужно воевать, они не принимаются. Вот эти вот стоны про то, что так жалко, мы отправляют на убой. Война вообще, это страшно. Но когда российские пропагандисты говорят, что украинцы погибли, такое имеет место. Да, война несет жертвы. Только они не погибли. Их убили российские захватчики. И нужно сделать так, чтобы российские захватчики думали о яйцах там, ну, в этом прекрасном месте, где нет проблем с газом и энергией. Да-да, это ад. Значит, что важно? Яйца важны. Объективно, в любой ситуации важны яйца. Действительно, видно, что по мнению Путина, в целом год удался. В целом год удался. Единственная проблема, яйца подорожавшие, но уже и эта проблема решена. Вот мы плавненько и подошли к самому главному. Значит, откуда такая фиксация на яйцах в преддверии Нового года? Все очень просто. Сначала нужно задаться вопросом, что в зайце? В зайце утка. В утке яйцо. И вот ключевой момент. В яйце игла и смерть Кощея, смерть маньяка, смерть военного преступника Владимира Путина, ну, и его больной свиты. Это же понятно. И вот сейчас мы находимся на предпоследнем этапе на уровне яйца. Дальше будем ломать иглу Кощея. Я это вижу именно так. Кстати, они пытаются это всячески отсрочить и пытаются опять яйца или в данном случае конкретное яйцо обратно упаковать в утку не выйдет. Относительно яйца. Почему бы подешевело? Потому что политический режим такой у нас. Вот нужно понимать русское централистское государство, президентская республика, а во главе стоит действительно сильный президент. В интернете пока ехал, там не то, что подешевел, сообщает, что бесплатно раздают, а в других доплачивает тому, кто берет больше двух десятков в одни руки. Вы так не шутите, Виталий, то есть... Народ пойдет, там был... Ну правда. Я пойду, пойдем. Пытаясь упаковать яйцо в утку, они просто фокус общественного внимания переводят. Мол, нет никакой войны, нет никаких проблем, хотя все прекрасно понимают, что Украину им не захватить. Все прекрасно понимают, что они создали действительно на поколение враждебное государство. И да, россиян не щадить, не прощать, невозможно. Ни нам, ни будущим поколениям великих. Значит, несколько слов по поводу пресс-конференции. Я так смотрю, там некоторые заскучали за мной. А все почему? Потому что это событие в Москве с Владимиром Путиным превратилось в унылое вспомните Романа Цымбуляка, который здесь был экспертом. Когда Путин сказал, давай, задавай вопрос, ведь, ну, дураку ж понятно, что сейчас Путин услышит что-то такое, ну, явно, а, неподготовленное, б, острое и опасное. И так и было. Вопрос был жесткий. Более того, Цымбалек вступил с ним в перепалку. Президент на это идет почему? Вот тоже давайте задаем вопрос. Потому что он не боится, что по результатам он выиграет эту схватку. И для людей будет соответствующий сигнал. Сильный президент знает, как отвечать на самые острые вопросы. Это не схватка, это журналистская работа. Но на самом-то деле даже этого они заставили. Ведь перед началом войны они меня приглашали на эту пресс-конференцию. Это правда. И на пресс-конференцию, и на допрос. Это все, что нужно знать о том, что Путин не боится публичных жестких вопросов. Сейчас все. Теперь там все сконцентрированы на том, чтобы вылезать российскому диктатору. И в некотором роде за участие в этом процессе похвалили даже Алексея Арестовича, который восхищен. Восхищен гением Владимира Путина. Но хочу вам прочитать Арестовича, которого Путин свел с ума. Отчего сошла с ума вся наша либеральная общественность. Арестович, Путин дает пресс-конференцию на желтой синим фоне. Если Возеленский выступил на бело-сине-красном, его бы уже сожгли. Путин называет нас братьями и единым народом. А мы на экране у Путина неудобные вопросы от россиян. Мы все больше погружаемся в не смотри наверх. Как вы думаете, у кого преимущество? У нас или у них? Я всегда знал, что Арестович на самом деле прозрел. Не важно, что говорит Путин. Важно, какие он приказы отдает. Ну и любителю лобстеров Амаров, которые тут рассказывают, что мы как-то неправильно обращаемся к россиянам. Большой привет. Ему из Москвы его тоже передали. в честь того, кто к кому обращается. Точно везде братский народ? Да, Леша, Алексей или Алексей? Что-то Арестович тут не дорабатывает. Ну, привет, вот, лови прямо из Москвы. Там прошло по экрану или нет? Ну, в данном случае я имею в виду подиличное. Насчет что у вас такое? Перевожу на такую русского характера Алексею Арестовичу. Они тебе прямо говорят, что предателей нигде не любят. А в России ну, это правда презирают. Короче, тримаемся с оптимизмом, смотрим в будущее и делаем все возможное, чтобы остановить российскую чему. Подписывайтесь на канал, называем здесь вещи своими именами. Ну, и что? Самое главное, Украина была, ей будет. До побачения. До встречи. До встречи. До встречи. До